Проходим мы новую развязку в районе поселка Мирный. Он у нас с левой стороны находится. И здесь у нас односторонка заканчивается. Но, по крайней мере, если память не изменяет, это первый участок. Потом будет дальше у нас опять расширение. То есть сейчас дорога пойдет с переменным успехом. То широкая односторонка, то узкая двухсторонка. Здесь, я так понял, лежат газовые трубы. Наверное, где-то здесь планируется тянуть газопровод. Или нефтепровод. Поэтому здесь дорога и обрывается, пока здесь не делается основных ремонтных плановых работ. Ждут, когда газовщики закончат свое дело. Да, и впереди вон уже вижу. Сейчас опять пойдет. Как я и говорил, широкая односторонка. Только я не вижу ни одного километрового столбика, чтобы вам хотя бы сориентировать на каком-то километре. Сейчас уже близко, уже близко развязкость. Здесь даже поставили уже фонарные столбы со светодиодными лампами. А, нет, нет. Ошибся я немного. Здесь еще не односторонка. Это здесь просто трасса пойдет по прямой. А мы уходим на старый. Также по старому участку. Сейчас повернем налево. Ограничение полтинник. И везде на ограничениях везят на столбах камеры. Так что, друзья, имейте это в виду. Вот она пойдет. Прямо дальше. Новая трасса. А здесь мы пока еще идем по старенькой. Где же столбики? А, вижу, вижу. Да, пятерка, она с одной стороны, где вот широко, это сделано хорошо идти. А где узкая? Во-первых, зимой здесь ветрено. Да, это 1388 километр. Зимой здесь ветрено. Ну и летом тоже ветрено. Но летом-то ладно, там в жару, как говорится, это даже удовольствие. А сейчас вот даже слышите, как завывает боковой ветер. Южный, по-моему, идет. А в снегопад, или вот когда просто даже снега нет сверху, а лежит пушистый, с полей тянет. Это сейчас его немножко подтопило, и его не передувает через дорогу. А в зимние времена это постоянно задувает. Здесь постоянно бывают катаклизмы. Встает полностью движение, поскольку трасса узкая. А погода здесь суровая. Что-то непонятно куда-то. Я думал, джип-то улетел, а он просто туда заехал. Вижу, я издалека похож на нефтеперегонный завод. Здесь много, смотрю, резервуаров. Вам за деревьями не видно, мне тоже немножко не видно. Но я их с горки разглядел. Сейчас поближе подъедем. Поселок Первомайский. Да, в районе Первомайского здесь вот как раз то ли нефтеперегонный завод, то ли просто нефтеналивная база. Куда стекается, как говорится, нефть. Скачала, которые стоят в полях. И мы их с вами скоро увидим. А я их сдуваю просто. Просто сдуваю. А вот представляете, такие вот потоки, когда гололед на трассе. Такие удары ветра могут просто столкнуть с трассой. Аб crossing his мысль из корекции. Да, конечно, просто мы все. Как насчез альпинабилов уже в плюс в описании. Опорошийelin. Иadımbruste. Абี่я. Хотел abbrevienfad answer. Отк 작업. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 да и вот он новый участок про который я вам и говорил гуздягский район здесь въехали мы гуздягский район 1375 километра как здесь опять у нас на три полосы займем крайне правую потока здесь большого нет но сегодня все-таки воскресенье люди отдыхают поэтому на трассе свободно и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Проходим 1364 километр И здесь наша магистраль заканчивается В том плане, что до самых баблов, так вот мы пойдем Она будет уже только двухсторонка с двумя полосами Но я могу и ошибаться, потому что езжу по этой трассе не часто А меняется все прям практически на глазах Так что возможно, возможно мы еще и увидим широкую дорогу А пока вот придется плюхать нам По такой Эх, а я здесь целый котлован раскопали Да, и здесь все-таки Это вот объездная уже дорога была А вот трасса здесь ведь ее перекопали И мы опять выходим на нее Ох ты, смотрите-ка Да, рано я еще говорил, что мы широкой дороги не увидим теперь Вот она Я же говорю, тут все меняется на глазах Как погода на улице Классно И мы опять едем пока по встречному движению Да, наша сторона, да Но она еще в плане строительства Хотя фонари уже поставили Мне кажется, ее просто скоро очистят от снега И мы уже будем ездить по ней Да нам какая разница Хоть по левой стороне, хоть по правой Лишь бы ехать было приятно Смотрите, одно удовольствие Настоящий автобан Да, но автобан был недолгий И мы снова на старой дороге Правда, смотрю Латок и заплаток тут поставили много Ям как таковых не стало И пока идем мы около 80 км в час Ехать можно, даже нужно А на часах у нас 10.06 по местному И до дома 853 км За бортом у нас Также пока держится Температура около 0 Если быть точнее 0.5 с минусом И пока у нас движение идет Несмотря на то, что дорога пошла узкой А вот со стороны Самары Поток-то идет большой Думается мне обычно такое происходит Или бригадир впереди собрал всех Или же впереди нас ждет реверс Ну поедем, сейчас посмотрим Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Слева у нас стоят ветряные мельницы Точнее ветряные генераторы Которые даже вон Я смотрю, один работает Но сегодня такой ветер Сам Бог велел Энергию ветра Переводить в электрическую Да, но их тут всего лишь два По-моему Были участки Где их было больше Что-то я Немножко Нет, их здесь три Одним словом Они нам неудобно немного Сбоку Это вот Когда на Уфу идешь Да, их хорошо видно на горе А ветерок-то просто хочет Столкнуть с дороги Аж наклоняет фуру Вообще я посмотрел В зеркало заднего вида Их здесь было четыре Четыре, да Это мне просто тут из окна Было видно неудобно А новая трасса у нас идет Он уже справа Едем мы в районе Сейчас скажу Как называется Населенный пункт Да И называется он Кандры А эти генераторы находятся На 1344-м или 45-м километре Вот я сейчас Пробежал по километровым столбикам До Т здесь 52-40 Это у нас Башкирия И заправку по-моему Башнефню проехали Ограничение Сороковник Здесь висят камеры И вот здесь уже Делается новая развязка Да, весь плодородный слой с гребли И начинается Выкапывание грунта Для того, чтобы Засыпать подушку Проходим 1333-й, по-моему, километр Да Железный у нас тут Рыцарь копает Своей Лопатой Дорогу А совочек уже подвозит Свежий грунт Точнее Глинозем Потому что Вот вижу даже По цвету Чтобы лучше Утрамбовать подушку Так Да, это уже Вот я считаю Начался плохой участок Здесь Надо только посмотреть Надолго ли он Такой участок Уазик красавец Пропускает То уж Чересчур он тихо Чересчур он тихо идет Ай-яй-яй Ай-яй-яй Вот это уже Нехорошо началось Сейчас придется тормозить До полной Остановки Потому что Места для маневров Нет И правая полоса Как раз Под правой Колесо Все разбито Ай-яй-яй Да Есть тут Проблемные участки Есть Как и везде Надо только Правильно их Проехать Так Ну что У нас до Кругового движения Которое находится В районе Бавлов Осталось 63 километра Немного Но наверное Час мы еще потратим А на часах у нас 9.28 Это по Москве Да Так как скоро Мы перейдем На московское время Я уже начинаю Отсюда считать По Москве Что-то мне сдается Что сейчас начнется дождь На стекле Какие-то капельки появились Да Не хотелось бы Конечно Не хотелось бы Чтобы сейчас Погода испортилась Да Ветер Нехороший Дует Боковой Но сейчас Когда мы повернем Он у нас будет Даже коммерческий Он у нас будет Поддувать Поддувать Хвост Меньше делать Сопротивление Хотел сказать Пойдет сразу Экономия топлива Не знаю Насколько она тут Пойдет С двадцаткой Это вряд ли А есть Смотрю Вообще Очень плохие Участки Подушка Провалилась И здесь Что-то Как-то Пытались Засыпать Но Все Просело Ремонтировать Не ремонтировать Потому что Здесь же Идет сейчас Расширение Дороги Чтобы не было Лишних затрат Хотя Вот именно В этом Участке Здесь Нету Ремонтных Работ Главное Хоть Инаки Стоят Сбавьте Скорость Неровная Дорога И то Хорошо Ночью Допустим Ориентироваться Сейчас днем Это еще Издалека Видно Что Впереди Проблема 1323 Километр Это У нас Провал На дороге Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...